Люди, которых вот тронуло то, что происходит. Близкие тех, кто оказался в школе, просидели всю ночь в фойе Дома культуры, метрах в двухстах от своих детей. Всю ночь и весь сегодняшний день там работают психологи и местные, и московские. По их словам, объём работы огромный, и без их помощи сегодня не обойтись. Нету паники, нету распространения слухов, и люди держатся очень достойно. Трудно за это людей благодарить, но надо благодарить. Действительно люди очень стойко и достойно переносят тяжёлое горе, которое есть. Слёз нет, только недоумение и гнев. Зачем они напали на наших детей? Всем нужно терпение, спокойствие. Только таким образом мы спасём своих детей. С площади они не уходят даже под палящим солнцем. Дома сидеть невозможно. Представитель осетинских властей выходит на крыльцо, все глаза обращены к нему. Он обещает, мы понимаем, что самое страшное, это неизвестно. Мы сразу сообщим вам, если будет новая информация. Люди мы психологов. Главное, как уверяют они, что сегодня большинство собравшихся на площади, понимают. Кризис будет преодолён, и родители должны психологически сохранить себя для детей, которые обязательно вернутся. Иран Зиналов... ...сохранять выдержку, не поддаваться панике. И пообещал, что власти сделают всё от них зависящее, чтобы освободить заложников. Ещё раз повторю, что эти кадры мы получаем непосредственно с места событий в прямом эфире. Ну и на этом... Родственники и друзья людей, оказавшихся в заложниках, ждут новой информации о ситуации в первой школе. Они используют любую возможность, чтобы оставаться в курсе событий. Во время официальных заявлений представителей оперативного штаба, вокруг видеокамер, не только журналисты, но и жители Беслана. Прокуратура возбудила уголовное дело по трём статьям. Убийство, терроризм и захват заложников. Всё это время в Беслане, в непрерывном режиме, работает оперативный штаб. Его возглавил президент Северной Осетии Александр Засохов. Сегодня утром в районном Дворце культуры руководитель республики встретился с родителями и родственниками заложников. На встрече, которая проходила без журналистов и продолжалась около двух часов, президент откровенно рассказал о сложившейся ситуации, о предпринимаемых мерах, и ответил на все заданные ему вопросы. Оперативный штаб, как это и было определено с самого начала, твёрдо придерживается главной и единственной линии – укрепить переговорный процесс и сделать всё возможное, чтобы добиться освобождения заложников. В течение ночи и сегодняшнего дня с террористами поддерживается телефонный контакт. Как сообщил Александр Засохов, им неоднократно поступало предложение освободить детей, а затем в обмен на освобождение всех заложников предлагался свободный коридор с гарантиями безопасности. Мы не располагаем сведениями о том, какие выдвигаются конкретно требования или предложения, но очень важно, что прогнозируем в конце дня, может быть, после трёх часов дня существенную интенсификацию контактов с лицами, которые удерживают заложников. И я могу сказать, что, возможно, действующие лица, как переговорщики, будут не только в том составе, как сейчас, но появятся новые заметные фигуры. Это заявление президент Республики сделал сегодня днём. Через несколько часов развитие событий показало, что интенсификация контактов действительно произошла. Сегодня во второй половине дня Руслан Аушев вступил в переговоры с лицами, захватившими заложников. В результате удалось освободить 26 человек. Среди них женщины с грудными детьми и дети. Тимур Кусов, Асхат Кукаев, Ричард Саламов. Вести Алани. 26 человек. Сейчас вот этот небольшой казус или это небольшое недоразумение. А, возможно, и какую-то новую ситуацию приходится разрешать как представителям оперативного штаба, так и нам, журналистам и родственникам тех, кто по-прежнему находится в заложниках. Непонятно, всё-таки 25 или 26 человек было освобождено, потому что эти сообщения разнятся между собой. Вот за моей спиной на здании Дома культуры, в центре Беслана, висит список. Там официально обозначены 25 человек. Как правило, в большинстве своём это дети в возрасте от нескольких месяцев до полутора лет, которые были освобождены вместе со своими родителями сегодня. Нам стали известны новые подробности того, как это всё происходило. И надо сказать, что первое радостное сообщение за последние почти двое суток в Северной Осетии подарил бывший президент Ингушетии Руслан Аушев. Именно благодаря его усилиям состоялось это освобождение. Это сегодня нам стало известно благодаря как официальным заявлениям, и так нашим неофициальным контактам с людьми, которые вхожут в оперативный штаб и имеют отношение к происходящим событиям, владеют ситуацией. Руслан Аушев сегодня побывал в захваченной боевиками, террористами школе. Он провёл переговоры. Ему удалось поначалу, по нашим данным, освободить шестерых человек. Это были три женщины с грудными детьми. И вот когда он уже покидал здание школы, террористы решили отпустить ещё 20 человек. Кстати, именно поэтому возникла первоначальная разница в освещении цифр освобождённых заложников. Говорилось 6 человек, а потом 26. Буквально между этими двумя событиями было несколько минут, и информация приходила с запозданием. Тем не менее, 25 человек, как говорят официальные лица, 26, как говорилось раньше. Всё равно люди освобождены, и это уже одна большая радость на сегодняшний день. Осет, Алексей. Руслан, большое спасибо. На прямой связи из Беслана был шеф Северокавказского бюро НТВ Руслан Гусаров. Главное, что он сообщил на этот момент, что не очень понятно, сколько же всё-таки людей было освобождено из захваченной школы. 25 или 26. Но, возможно, мы имеем дело с просто технической ошибкой в подсчётах. И, как стало известно, нашей телекомпанией среди освобождённых сегодня заложниц Анита Гадиева, жена гражданина Турции Сейси Дагана по национальности осетинка. В Бесланской школе она находилась... Школу вывели 11 женщин и 15 маленьких детей. Сейчас они находятся в больнице Беслана. Им будет оказана вся необходимая помощь. В связи с трагическими событиями в Беслане, московское правительство приняло решение об отмене всех официальных и развлекательных мероприятий во время празднования Дня Города, который... ...находится за вашей... Вы знаете, Алексей, Осет, все эти... Уже вторые сутки практически каждое прямое включение корреспондентов российских и иностранных телеканалов окружает местные жители, родственники и родители тех, кого удерживают заложники. Для них это порой единственная информация, которую они могут получить вот так вот, как говорится, вживую. И сейчас люди здесь собрались недалеко от здания Дома культуры, где они проводят уже очередную ночь. По всей видимости, и так они и говорят, люди останутся здесь, будут оставаться здесь до тех пор, пока не будут освобождены их дети. И вот последнее, что я хотел сказать. Нам удалось поговорить с одним из родителей и родственников, тех, кого удерживают, и уточнить информацию, почему такая разница 25 и 26 человек. Так вот, по одной из информаций, действительно выводили 26, 25 человек и еще одного ребенка. Но вот одна из женщин, у которой было 3 ребенка, но ей разрешили вынести только одного, она решила вернуться и остаться в захваченной террористами школе. И вот поэтому, по одной из версий, и существует такая разница в цифрах. Алексей? Спасибо, Руслан. Спасибо, Руслан. На прямой связи из Беслана был шеф Северокавказского бюро НТВ Руслан Гусаров. Развитие ситуации в следующее. Мы сегодня днем пытались покинуть здание школы, переодевшись в спортивные костюмы, и пытались скрыться среди местного населения. Вот, во всяком случае, трое из них, это точная цифра, оказалась в руке. Екатерина? Спасибо. Ольга Керри, самая последняя информация из Беслана. Во втором часу дня информационные агентства сообщили, что спасатели МЧС готовы забрать от школы в Беслане тела убитых террористами заложников. Человек от 10 до 20. И всего через несколько секунд с пометкой «Срочная» два мощных взрыва. Началась стрельба. Из школы побежали люди. Дальше события развивались молниеносно. Еще сегодня утром никто не предполагал, что события в Северо-Осетинске... Ти, покажи. О, почти тихий быт полет. Они в нашем дворе. Не бойся. Воняйте, пожалуйста. Ладно, не бойся. Ну, да пойди, я тебя умоляю. Спасибо, если у меня судьба, значит, тебя Бог поможет наверху. Тут в квартиру Хостовых постучали. Это был Тимур Асседоков. Он только что выбежал из школы. Его улыбился из окна взрывной волной вместе с чьим-то ребенком. Так он спался. Он был в заложниках вместе со своими внуками все это время. Ему, как взрослому, не давали пить, есть и ходить в туалет. Он дважды падал в обморок. И когда приезжал к Хостовым, еще не знал, что с его внуками. Свои дня не ели, ни воды не ели. Тимур Асседоков, твои дети спасены. Да? Да. Где они сейчас? Все нормально. Пока Володя снимал, что происходит на улице, Тимур Асседоков рассказывал, что происходило в эти дни внутри школы. Как террористы заминировали весь спортзал, повесили мины на баскетбольные кольца, на двери. Как они мочили фартуки девочкам, кидали их в толпу. И это была вся вода, которую получали дети. Сегодня они открыто сказали. Мы взорвем и себя, и вас. Нам терять началось. Спасенных детей выносили на руках и бегом бежали подальше от стрельбы. Родственники стали стягиваться к больнице, искать своих. В первой школе стреляют до сих пор, но уже заметно реже. Беслановцы собираются у центра культуры, где стрельба прекратилась, ждут новостей. Двор первой школы усыпан цветами из праздничных букетов. В лужах крови остатки первосентябрьской торжественной линейки. Сколько спасенных, сколько раненых, сколько убитых. Даже приблизительные цифры никто не называет. Уже ясно, что история с захватом заложников в Беслане закончилась. Но еще не ясно, чем. Маргарита Симоньян, Эдуард Бондаренко, Алексей Морозов, Игорь Белокопытов, Андрей Чистяков. Вести. Беслан. Продолжают поступать реакции и отклики на события в Беслане. Только что мы получили обращение патриарха Московского и всея Руси. Алексей Второй выразил соболезнования жителям Северной Осетии. Никаких силовых действий в Беслане не планировалось, заявили журналистам в штабе по освобождению заложников. Да. Екатерина, сейчас в эти минуты в здании школы работает одна огневая точка. Там по информации оперативного штаба засел один из бандитов. Это скорее находится в учебном корпусе. Там находится есть одна пристройка. И с ним по информации есть еще и заложники остаются. В оперативном штабе нам сообщили, что из 13 бандитов, которые сегодня днем пытались покинуть здание школы, переодевшись в спортивные костюмы, и пытались скрыться среди местного населения. Вот, во всяком случае, трое из них, это точная цифра, оказалась в руках. Екатерина. Спасибо. Ольга Керри. Самая последняя информация из Беслана. Во втором часу дня информационные агентства сообщили, что спасатели МЧС готовы забрать от школы в Беслане тела убитых террористами заложников. Человек от 10 до 20. И всего через несколько секунд с пометкой «Срочно» два мощных взрыва. Началась стрельба. Из школы побежали люди. Дальше события развивались молниеносно. Еще сегодня утром никто не предполагал, что события в Северо-Осетинске, о котором обложились здания школы, армия и спецслужбы. В шестом часу вечера перестрелки вспыхивают на северной и южной окраинах города. Бандиты еще отстреливались вокруг школы, когда мужчины уже клынули в здание спасать детей. Они говорят, что видели, как матери прикрывали детей с собой, чтобы не дать расстрелять их в упор. Все машины города несутся сюда, навстречу освобожденным. Раненых передают с рук на руки, без разбора, свой, чужой. Перемешку с каретами скорой помощи в больницу. И снова возвращаются, помочь. Увозили их в течение где-то часа, вывезли более двухсот человек. В течение часа. Да, друг за другом, вот так машина, вот так. Лехали. Ну, словами все это рассказать, это очень тяжело. Язык не поворачивается. То, что мы видели, что мы отворили с детьми. Дбор Бесланской больницы. Родственники тех, кого сюда подвозят каждую минуту, носилками держат оцепление, чтобы толпа не мешала подвозить раненых. Кого-то оперируют прямо на месте. В полевом госпитале МЧС. Врачи говорят, что очень много ранений в спину. Бандиты стреляли по убегающим детям. И что одна из смертниц пыталась проникнуть в больницу, чтобы взорвать раненых. Продолжается оказание помощи. Силами диспетчерской службы направляются скорой помощи в нужные места. Спасатели. Производят сейчас извлечение из-под завалов. Там развернут страхировочный пункт. Силами Центра медицины катастрофы защиты. И идет подготовка к эвакуации направления в эту больницу. Город опустел. Кто-то дежурит во дворе больницы. Кто-то оплакивает родных. Кто-то просто ухаживает за теми, кому удалось вернуться из ада. Как говорят эксперты, потребуется достаточно долгое время на психологическое восстановление тех, кто побывал в заложниках. Или тех, кто ждал близких из плена. Или просто тех, кто живет в этом городе. Городе, в котором бандиты напали на детей. И раздельного Дмитрия Вишневой, Северная Осетия, Первый канал. Сами маленькие, к счастью, теперь уже бывшие заложники. Когда группа детей после первого взрыва в школе, устроенного бандитами, сумела выбраться из здания, в образовавшийся проем, бандиты начали стрелять по малышам в спину. Федеральные подразделения стали прикрывать детей и открыли огонь по бандитам. Спасали малышей ценой своей жизни. Офицеры спецназа ФСБ закрывали своими телами ребятишек. В силу МВД перекрыли административную границу Ингушетии и Северной Осетии по всему периметру на дорогах республики. Выставлены дополнительные блокпосты. Ведется тщательная проверка автотранспорта. Репортаж Лилии Филиппова. Все дороги, перекрестки и даже тропинки, ведущие в Беслан, были перекрыты милицией. Серьезно вооружились и сотрудники ГАИ. Это фрагмент дороги из Беслана на федеральную трассу, ведущую на Владикавказ. Издали слышен грохот, видимо, со стороны школы. Через некоторое время гул боевых вертолетов от следующих местных. И затем выстрелы гораздо ближе. Несколько бандитов сумело просочиться сквозь кольцо спецподразделений. Перестрелки начались в садах частных домов. Бандиты хотели вырваться из города. Но как только мужская половина населения вывела из домов жён, матерей, детей, во дворы побежали все, кто имел оружие. Найти и обезвредить хотел и военный с автоматом, и любой гражданский, у кого было охотничье ружьё или карабин. Все они бросились зачищать сады своих соседей, причём достаточно умело. Пока нет точных цифр, сколько удалось уничтожить бандитов на выходе из города. Но большая часть жителей уверена, что им вряд ли удалось идти. И бандитов продолжают искать. И поиски будут проходить, видимо, до тех пор, пока не будет полной уверенности, что все злоумышленники обезврежены и уничтожены. К вечеру стрельба на окраинах утихла. Возобновилось автомобильное движение. Даже открылись некоторые магазины. Для того, чтобы жители города, которые трое суток провели в ожидании, смогли купить хотя бы бутылку воды. Илья Филиппов, Виктор Швагерус, Сергей Аксёнов. Первый канал. Беслан. Сообщения о стрельбе возле школы в Веслане поступали до самой последней минуты. Там, в связи, подразделения ФСБ уничтожают последнюю огневую точку террористов, среди которых, это уже точно установлено, были иностранные наемники. Возможно, есть уже подробности, которые нам и сможет сообщить в прямом эфире начальник Северо-Осетинского управления ФСБ Валерий Андреев. На прямую связь выходит наш корреспондент, который работает сейчас в Веслане Антон Степаненко и генерал Андреев. Итак, Антон, у меня для Валерия Александровича первый вопрос. Удалось ли подавить эту последнюю точку сопротивления, о которой сообщала наш корреспондент Ольга Керей? И известно ли, где главарь этой бандитской группировки? Удалось ли подавить огневую точку бандитов? И известно ли, где находится лидер этой группы? Операция по освобождению окончательному заложников не завершена. Бой продолжается. Сотрудники спецназа ФСБ России по-прежнему продолжают уничтожать бандитов. В этой операции активное участие принимают сотрудники органов внутренних дел, приданных сил Министерства обороны 58-й армии. Из уничтоженных заложников 10, из 20 уничтоженных заложников 10 лица выходцы из арабских стран. Среди них один негр. Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности бандитов, возможных их пособников, действующих как при захвате заложников, так и при их освобождении. Поступающая информация в штаб будет проанализирована, уточнена и доведена до сведений общественности. И такой, да, Валерий Александрович уже ушел, если можно его еще спросить. А у меня такой вопрос, удалось ли узнать, какое количество было изначально боевиков? То, что это банда интернациональная, это понятно. А сколько было этих людей? Понятно, что банда интернациональная, но можно ли приблизительно назвать количество бандитов, захвативших школу? После завершения операции будут подведены итоги. Я думаю, что мы тогда можем с уверенностью сказать, кто эти были преступники, из каких стран, из какой целью они сюда пришли. И еще такой вопрос, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, известно ли что-нибудь о том, удалось ли взять в живых кого-то из этих бандитов, чтобы они могли дать какие-то показания? Удалось ли кого-то захватить живьем, чтобы взять какие-то показания? Я хочу повторить, вся информация, которая связана с завершением операции по уничтожению бандитов и освобождению заложников, будет доведена и до вас, и до общественности, когда мы подведем итоги. Я считаю, пока преждевременно доводить не точную, не конкретную информацию. Спасибо. Екатерина, от себя могу добавить, что сейчас операция в Истинском городе Беслан локализована территорией школы, которую в течение двух с половиной дней бандиты удерживали в качестве заложников школу и школьников. Екатерина. Спасибо. Антон Степаненко и самая последняя информация, которую представил представитель оперативного штаба генерал Валерий Андреев. И сейчас еще одна информация. Уже потушен пожар в средней школе номер один. Сообщили об этом в МЧС Северной Осетии. Спасатели готовятся разбирать завалы в спортзале. Работу затрудняют многочисленные мины и растяжки на подступах к зданию, начиненные болтами, гвоздями и металлическими шариками. Бандиты сделали это специально, чтобы поражающая сила этого самодельного взрывного устройства была гораздо сильнее. Двое саперов с десятками армии были ранены, когда обезвредив несколько таких бомб. Выносили из школы детей. Они попали под автюр террористов. По некоторым данным, первый взрыв сегодня днем произошел как раз от такого взрывного устройства, которого привел в действие кто-то из бандитов после ссоры с сообщниками. После того, как накануне установили контакты с захватчиками, удалось освободить 26 человек. Представители оперативного штаба и официально, и неофициально много раз говорили. Дело сдвинулось. Удастся еще кого-то освободить. Будут работать и Аушев, уже выведший из здания людей, и срочно прилетевший Ашанбек Аслаханов. Возобновившие эти штаба контакта результат дали. Договорились о вывозе людей, погибших при захвате школы. Примерно в час дня туда отправилась машина скорой помощи с четырьмя сотрудниками МЧС. Но ситуация стала развиваться неожиданно. Спасатели уже были в школе, и вдруг раздалось два мощных взрыва. Абсолютно точно ясно, что это не была силовая акция, она постепенялась. Вот тем, что старались в запасчике, находясь в середине двери, там, в день, вложеншие заряды в чьи. Кроме по ним данных, чей от обуви, больно сагом, на тём, а к нему, вешеный ряд. И еще, спастер, родилась к минимуму одна смерть из мужчины. И средства в пиларах, которые на споре многократно дублировались. Как только появлялась малейшая возможность, спасатели, спецназовцы, добровольцы, пожарные, они все прорывались к зданию школы, выбивали двери и стекла, расчищая проходы внутрь спецзала. Чтобы спорные могли подъехать как можно ближе, мужчины расчищали площадь вокруг буквально на руках, нося стоящие там машины. Но все равно людям с носилками приходилось прятаться за бронетехникой, чтобы пробежать небольшой патачок открытого пространства перед самим спортзалом. Эвукрация уже началась, а спецназ еще вел зачистку второго пилажа. Наконец, с нашей съемочной группой, в общем, люди черт поняли, возможно, этого не веки. Еще несколько часов внутри здания была слышна стрельба, боевики засели в подвале, но некоторое время назад их ликвидировали. На данный момент у школы вступила решена. Иногда слышали, что не получили никаких ранений, и они после консультации были отпущены домой. Была еще третья категория, которая, несмотря на рекомендации врачей, сами самостоятельно отправились домой. Большая просьба всем к ним, и мы хотим известить их об этом, что завтра с 11 часов утра четыре бригады психологов, психотерапевтов и психиатров начнут прием всех тех, которые пострадали при данном чрезвычайном ситуации. Первая цель, во-первых, снять острую реакцию на стресс, который у них имеется, и второе, не допустить развития посттравматических стрессовых расстройств и нарушения реакции адаптации. Зураб Ильич, я благодарю Вас за ответ на мой вопрос. Итак, представитель института имени Сербского еще раз подчеркивает, что те люди, которые даже не получили никаких ранений, все-таки должны обратиться за помощью к психологам, которые помогут справиться этим людям с ситуацией, которую пришлось вот так пережить. Ребята, уходим! Я вас прошу, вас же сейчас убивают! Сегодня вся Россия орбит по нашим людям, раненым и убитым подонками, которые, как щитом, прикрылись мелькими детьми и женщинами. У подонков нет ни национальности, ни религии. И сердце России сегодня в маленьком российском городке, в Беслане.